Добрый день дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Торы, продолжаем недельную главу Наах, Рошходыш Тов, хорошего нового месяца, который называется Мархишван. Почему этот месяц называется как бы Горький, Марх? Потому что у нас нет праздников, есть у нас Шабаты, но праздников нет, поэтому Горький. Но мы должны добавить заповедей, как бы, если бы мы взяли кофе и посластили, и добавили в него сахара немножко, и тогда вкусно получается. Вот так мы должны добавить заповедей, чтобы у нас был хороший месяц Мархишван. Вернемся к главе Наах. Наах выходит из Ковчега, Всевышний благословляет Нааха, Шема, Хама, Ефика, семьями. Сказал всем, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Наах берет невероятное жертвоприношение, устраивает, взял Наах и всех чистых животных, и всех чистых птиц, и принес на жертвенник. Мы с вами знаем, что Татора пишет, что на жертвенник приносятся только домашние животные. Дикие животные никогда не приносятся на жертвенник. А вот птички, единственное исключение, дикий голубь, разрешено принести дикого голубя. Вот это и все. А здесь мало того, что домашние, так еще все в дике. Это невероятное жертвоприношение, их невероятное количество чистых животных, а птиц, их всего Татория приносятся на 21 нечистая птичка. А все остальные, даже на сегодня, если почитать, 9 тысяч чем-то видов, которые ученые насчитывают, все остальные получаются чистые. То есть невероятное жертвоприношение. Но это один раз было такое чудо, такое событие. Потом, странная очень история, нах, насадил виноградник, изготовил вино, на радостях выпил, опьянел. Сын его, хам, увидел отца в таком состоянии, что он разделся, и он надсмеялся, вышел над ним, рассказал своим братьям. Тогда братья его зашли в шатер, не глядя на отца, спиной к нему, взяли его одежду, одели его. Когда нах проснулся и понял, что сделал с ним его сын, он говорит, будь проклят Кнаан, рабов рабов будет у братьев своих. Благословит все сильный Шема и Ефета, Кнаан будет им рабом. Возникают вопросы, что это такое? Ну, увидел отца голым, и что за это надо его проклясть, хама? И тем более не его, а его сына. Как это так? Да, не ходят, есть традиция, что не ходить с отцом или с тестем в баню. Но там ей написано, что это проклясть. И наша устная традиция нам открывает, что же произошло. Кнаан зашел к дедушке, к Нааху, в шатер, увидел эту картину, пришел, сообщил, что он увидел своему папе хаму. Хам зашел, это увидел. И он решил, если у его отца будут рождаться еще дети, то тогда землю будут делить на количество детей. Он решил, хватит ему трех сыновей Шема и Хама, Ефета говорит, и решил исправить ситуацию. Он взял и кастрировал своего отца. Но такой страшный, зверский поступок он завершил. Когда Наах пришел в себя и понял, что произошло, он сказал. Ты не дал родиться моему четвертому сыну, так я прокляну твоего четвертого сына. И Кнаан был четвертым. Первым был Куш, это Эфиопия. Вторым был Митсраем, это Египет. Третий был Пут, это Ливия. И четвертый был Кнаан, Кнадский народ. Так он проклял Кнаан. И почему он не проклял самого хама, который это зверство совершил? Дело в том, что мы с вами считаем, что на Наах, Шем, Хам и Ефет были благословлены Всевышним. Когда вышел из Ковчега, Всевышний благословил от того, кто благословен, проклясть невозможно. И так Наан проклят. Как мы видим доказательства того, что у Нааха больше не было детей, написано, и жил Наах после потопа 350 лет и умер. И не написано, как за всех его предков, что рожал сыновей и дочерей. Потому что рожать он больше не мог. Вот такая страшная история произошла. Такая ситуация страшная. Значит, теперь Интересно рассказывает Равец Хагзильбер. Он говорит, что был раввин. Один раввин. Он 16 лет отсидел в сталинских лагерях. И когда ему исполнилось 70 лет, он сказал, что я в этом году умираю. Равец Хагзильбер говорит, ты в этом году не умрешь. Прошел год. 71 год ему. Он говорит, в этом году я умру. Равец Хагзильбер говорит, ты в этом году не умрешь. Еще год то же самое. Говорит, Ицхак, откуда тебе это известно? Он говорит, из Сторы. У меня есть доказательства. Написывал, что 600 лет, когда начался потоп на земле возраст Наха 350 лет после потопа и год еще в Ковчеге получается 350 плюс 600 и плюс один год в Ковчеге получается 951. А Тора, пишет, что был век Наха 950 лет и он умер. Значит, год. Всевышний этот не всчитал. А что Нах делал в Ковчеге? Он был как в тюрьме. Он работал, он все время ухаживал за животными, кормил, их убирал. Он очень тяжелый год прожил. Очень тяжелый. И поэтому ему год этот Всевышний не всчитал. Вот так вот. Так говорит, и поэтому в этом году ты не умираешь. Говорит. И действительно этот человек прожил 86 лет. Вот так вот. Такой был удивительный случай. Вот так вот. Потом дальше смотрим. Говорится, что дети Наха, Шем, Хам и Ефет. Хорошо. Значит, когда Наху было 500 лет, родились у него дети. Хорошо. Шем, допустим, с 1, Хам 2, Ефет 3. Ничего удивительного, но потом написано. Написано. Шем 100 лет от роду родил Арпашада через 2 года после потопа. Как же так может быть? если Шему 100 лет, когда начался потоп, плюс год в потопе, и еще 2 года после потопа, то ему получается должно быть 103 года после потопа. ну хорошо не учитываем год потопа, он тоже как и его отец работал в Ковчеге, завоевывал право на жизнь, то тогда наши мудрецы говорят, что Шем старший по значимости, а Ефет старший, потому что там многозначительная фраза, что Шем, Ефет старший брат, там не поймешь кто из них старше, но теперь понятно, Раша говорит, что вот так, раз так написано, то старший будет Ефет, вот так он считает, вот так вот, а год потопа, да, действительно не учитывается, вот так вот, потому что говорится о 102 годах, поэтому Тора приводит по значимости. Та же ситуация будет и у нашего прородца Авраама, его звали Авраам, написано, что были дети у Гарана, не у Гарана, а Тераха, Авраам, Нахор и Гаран, хорошо, получается, что Авраам первый, Нахор второй, Гаран третий, ну, ничего, так и есть, но потом мы читаем с вами, что Аврааму сто лет, когда родился у него сын Цхак, а Цара родила в 90 лет, разница между ними 10 лет, хорошо, если Гаран, отец Цары, то в каком возрасте он должен был родить Цару, чтобы она была на 10 лет младше его старшего брата Авраама, в каком? И получается, что в 8, тоже удивительное место, Талмуд пишет, что мальчик может зачать только в 9 лет, девочка в 7, тоже это удивительное место, и скорее всего надо понимать, что Авраам стоит на первом месте по значимости своей, по праведности своей, вот так вот, то есть не все так в жизни просто. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается, урок был дал за поднятие души Владимира бен Григорий, Павел бен Ефим, Самый бен Герш, Хаям Алкабад Йосин, Мира бот Аврагам, Розавет Михаэль, памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Берта бот Фейга, Шимон бен Исхан, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина первая бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириан, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл парноса, Сгула Ирина бот Ури, Аронаре бен Ури, За хороший дух, Аронаре бен Двойра, Днис бен Ахум, Авигаль бот Сара, За парноса и бриют, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем всего самого наилучшего, Всем браха парноса кавана, Что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем всего еще раз наилучшего, Пусть закончена эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, нас состоится завтра в 15.30, Шалом!